В юридической консультации Ленинского района города над Бугом сегодня особенно многолюдно. Желающих получить квалифицированную помощь, хоть отбавляй. Обычно во время подобных консультаций юристы разъясняют нюансы действующего законодательства. Вопросов к адвокатам у граждан действительно много. Чаще всего это проблемы в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права. Открытый диалог помогает многим решить возникшие трудности или получить грамотные рекомендации, чтобы знать, куда и с какими документами нужно обращаться дальше. Это очень хорошо, что мы имеем возможность оказывать бесплатный прием гражданам. Во-первых, это недешево. Есть категории действительно малоимущих людей. Это пенсионеры, это инвалиды. Хотя и так по закону мы инвалидам оказываем помощь бесплатно. Но по разным обстоятельствам человек становится малоимущим, и он не может решить свои серьезные проблемы. А ведь от вовремя полученной консультации человек спасает свое материальное положение, человек обеспечивает свое право в области жилищных правоотношений. Я побывала на бесплатной консультации у юриста, и считаю, что это правильно, что делаются такие консультации. Но хотелось бы, чтобы поточнее определили, кто относится к этим малоимущим людям. Потому что они сразу хотят принимать. Спрашивают, кто вы, как. Ну, если как одет, вроде бы не пенсионер еще или нет. Пенсионеры относятся к малоимущим или не относятся. Если относятся, то какие. Может быть, это распределить как-то по пенсиям или что, или по достоинствуерению должны принимать. А остальное мне очень понравилось даже. В юридической консультации московского района посетителей не меньше. Вопросы, связанные с выселением граждан, семейное право, жилищные вопросы. Круг поднятых тем более чем велик. Часто, как отмечают юристы и адвокатуры, люди попадают в неприятные ситуации из-за банального незнания законов, из-за безответственности при подписании значимых бумаг. Поэтому подобным формам работы быть. Судя по людям, которые обращались сегодня к нам на прием, да, это как бы безграмотно, скажем так, юридическое. Потому что если на момент, скажем так, возникновения этих юридических моментов, которые повлекли вот эти вот все ситуации в будущем, если бы они знали нормы, скажем так, гражданского законодательства, кодекса о браке и семье, то, возможно, как бы некоторых последствий, возможно, было бы избежать. Сегодня белорусская адвокатура – это самоуправляемая организация, один из важнейших институтов гражданского общества, который оказывает на профессиональной основе юридическую помощь в целях осуществления и защиты свобод и интересов. Безнать свои права – главная обязанность любого гражданина. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok